Я терзал, и сокрушительным набегом, Звестя его я струны рвал. Алиса Лисина, ученица Одинцовской детской музыкальной школы, открыла очередную нескучную встречу, посвященную русским композиторам в Первой городской библиотеке. Учеников седьмой гимназии познакомили с жизнью и творчеством римского Корсакова. Его оперы на сказочные мотивы известны во всем мире. Это оперы, в которых плетены сказочно-фантастические сюжеты, мотивы. В них отразилась глубокая увлеченность римского Корсакова национальной сказочностью и языческой мифологией. Его называли великим сказочником русской музыки. Педагог, дирижер, общественный деятель. В начале своей карьеры был офицером. Оставив флот, он посвятил себя музыке. Написал 15 опер, 3 симфонии, ряд концертов. По названиям его произведений ребята с удовольствием угадывали старые добрые сказки и их авторов. «Золотой петушок», «Сказка о царе Салтане», «Садко», «Снегурочка». Третью песню Леля из этой оперы исполнила Катерина Нефедова. Данный образ я решила представить так, потому что это такой интересный персонаж. Он выбрал не холодную снегурочку, а земную девушку Купаву. И он поет замечательную песню. Я даже себе вот такой реквизит придумала. Другие произведения композитора Николая Римского-Корсакова на различных инструментах сыграли ученики детской музыкальной школы. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин